Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Жития святых во свете Библии, открытым оком. Смотрим. Вопрос 1935. Чем могли монахи доказать, что само монашество установлено Христом? Ответ. Постепенно многие уверовали, что есть как бы некая неписанная Евангелие, которая открыта только монахам. Это в чистом виде гностицизм пустынный. Сейчас-то они свои мысли приписывали как харизматы, как все пятидесятники сегодня, только Духу Святому. Иеремия 23.21. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. И какую бы ни правду ни сказали они, все это у них от Духа Святого. Так что не могли не появиться современные секты. Они есть как бы отростки монашеских заверений в истинности их видений. А у этих теперь свои видения, и все они идут от Бога. Поисий Великий, 19 июня. Он часто читал пророческую книгу Боговещанного Иеремии. И много раз сей святой пророк, являясь ему, пояснял непонятные для него в пророчестве тайны. И сокровенными мыслями возбуждал его ум к достижению обещанных благ. Но, простираясь все вперед, все к более суровому образу жизни, Поисий оставил первоначальный подвиг своего пощения и избрал новый. Теперь он стал постисти в продолжении целых двух недель. И только по прошествии их вкушал, как было сказано, немного хлеба с солью и воды, сколько это было нужно. К тому же он вожелал принять на себя и подвиг молчания, дабы наедине приносить моления единому владыке Христу, приблизиться к нему еще более и просвещаться его светом. Однажды, когда Поисий сидел в пещере и воспевал божественные песни, явился ему спаситель и сказал «Мир тебе, моему возлюбленному угоднику». Он же, объятый страхом и трепетом, встал и сказал «Христе, человеколюбший, спаси, я раб твой, и за что ты, владыка, оказываешь мне столь великую милость, что теперь сам изволил снизойти к моему недостоинству?» На это Господь ему ответил «Видишь ли пустыню эту, как она велика и широка? Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя мое». Тогда избранный угодник Божий Поисий, Павл на землю, сказал «Владыка Господи, в твоей крепкой руке все повинуется, и что ты пожелаешь, что и совершается. Молю же твою благость, дай мне уразуметь, откуда явится все потребное и нужное для тех, кто всей пустыней будет подвязаться». Господь на это ответил «Поверь мне, говорящему тебе истину, что если я увижу в них любовь, Матерь всем добродетелям, если они будут исполнять все заповеди мои, то пусть они ни о чем не пекутся, я сам буду заботиться о них». Тогда Пависий снова попросил Господа «Еще раз попрошу твою благость, как они беспредкновенно перейдут вражьи сети и избегнут лютых бесовских искушений». На это Господь ответил «Если они и заповеди мои, как я тебе сказал, будут соблюдать скротостью, правдой и смиренным сердцем, то я не только саделаю их выше всяких вражьих браний и лукавых коварств, но и дам в наследие Царство Небесное. Мне же, говорит списатель этого жития, пусть всякий поверит из верующих Божие Слово, ибо Слово Божие я имею верным свидетелям». Не то ли оно говорит, что все повинуется Божьему велению. Видите как, там сколько наговорено о монашести было, а дальше, проверьте по Слову Божию, не все ли повинуется Божьему велению. И что будут монахи, и пришел именно это Господь. Ничего в Писании нет этого, но берет одно предложение и говорит, вы согласны? Да, если я скажу «да», все Богу повинуется, а я не могу не сказать «не да», значит, я подтверждаю все. Ты по частям посмотри. 99 – не Христова обман. А так как оно истинно, то пусть и передаваемое мной всякий считает за истину. То есть сам Христос установил монашество, и они не могли зато выйти. Тогда, а Евангелие говорит, идите к миру, пропадайте, Евангелие, идите в мир. И я посылаю, как овец среди волков. Это два разных Христа. Христос один, вчера и сегодня, во веки тот же. Это под видом Христа кто-то явился. По-другому не может быть, потому что иначе Евангелие в печку. По причащению божественных таинств, тела и крови Христовых. Интересно, таинств и тайн. Так и так пишется. Преподобный Паисий иногда оставался без телесной пищи 70 дней. Христос только 40. Моисей только 40 дней. Дней не попастился. Покаяние логично построено только тогда, когда оно базируется на самокритичности, на самообличении, на строгости к самому себе, и чтобы то, что другим даешь, примерил к себе. Не пользуйся двойным стандартом. Есть за границей те, кто довольно правильно обличает сергианство, сотрудничество с властями, предательство интересов божьих. И почти нигде не встречается подробного анализа того, когда же и кто впервые подал на это заявку, чтобы пожертвовать духовной свободой. А власти мирские бы распоряжались в церкви. Но вот в житиях святых это как на ладони. Там император, начиная с неравноапостольного Константина, и все до единого абсолютным авторитета двигали, и передвигали епископов, и назначали их. А про царскую власть в России говорить не приходится. Всегда это было, и особенно унизительным положением стало при Петре I, русском антихристе. А Тихон Патриарх своим признанием власти дал очень хорошую путевку умному Сергию Старогородскому. Так связано все, и цепь такая длинная. Но тянуть ее надо, чтобы всю вытянув, переплавить на евангельском огне, перековать Словом Божьим молотом и решительно отделиться. Хотя бы нужно оставить храм и все внешнее. Свобода во Христе того стоит. Но уже никогда пленница не выйдет. Мир ее держит крепко за руку, и церковь обмерщенная свыклась с ролью прелюбодейцы, чтобы восседать на мировом звере. Матфея 23.4 Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Вопрос. 1936. Часто ли монахи искали ответ в Писании на свои мероприятия, какие они хотели предпринять? Ответ. Чего нет, того нет. И Христиас 1.15. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Им постоянно были какие-то голоса, образы, видения и благоухания. Их так было просто обмануть лукавым духом. Чего они не скрывают. И никаких доказательств, что это было от Бога. И в конце всегда они не в руце Божией будут, и всегда они только в раю. Это тоже чисто сектантские выражения. Этого учения в православии нет. То есть они всегда в руке Божией. Никакой канонизации Бог не заповедал делать. А вот пишет же-то писатель вовсе без страха Божия, фантазируя от имени Бога. Они ведь как понимали? Монахи и разные пустынники. Я тут столько голодал, столько недосыпал, столько колючек в меня воткнулось, я их перенес и не вытащил, изгорая в вожделении к противоположному полу, все-таки не женился. Обязан Бог дать царство свое мне. И его последовали так и делают. Они приватизировали небо. У них все было выверено. Стандарт святости выверялся по монастырским уставам. Монашество погубило евангельскую веру. Они искали и строили не царство небесное, а царство монахов и попов. И если даже с ветхозаветными людьми Бог разговаривал через ангелов или сам лично, то в Новом Завете это было чаще и откровение. Игрием 1.1 Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. А у пустынников спустилось на много уровней ниже ветхозаветнего. Или иконы, или звезды сложились в виде креста, или дерево чудно плодоносит. Левитам 26.3.6 Шум колеблющегося листа погонит их, и побегут как от меча, и падут, когда никто не преследует. Ефесянам 4.14 Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Колосин 2.17.23 Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрим и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Это имеет только вид мудрости и в самовольном служении, в смиренно мудрении, изнурении тела, в некотором небрежении, насыщении плоти. Ну прямо по монашеству все пишется-то. Изнурение тела, плоти. Авраами Чухломский. 20 июля. Отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и, удалившись в пустынные места Галлической страны, основал там много обителей. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему, Авраами, взойди на гору, здесь стоит икона матери моей. Преподобный зашел на гору и увидел икону причистия Богоматери с предвечным младенцем, стоящую на одном из росших здесь деревьев. Повниз он встал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавший ему, Встань, Авраами! Он встал. Икона сама, никем не поддерживаема, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе сперва келью и долгое время пребывал здесь в уединении. А спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвязался в постей воздержания. Ну, ясно, что такой будет канонизирован. А доказательства, что он видел, слышал, даже правильно слышал, нигде никаких нету. Вопрос 1937. Нужно ли частое непрерывное повторение Иисусовой молитвы или только по времени? Ответ. Если бы спросили о молитве «Слава Отцу и Сыну» или «Аллилуйя!» или «Слава Тебе, Боже!» или «Свят Господь Саваоф», тогда ответ был бы точным, что всегда и непрестанно повторяете словословие. А вот молитва прощения «Господи, помилуй!» не может быть повторяема все время. Если ты верующий, если ты уже прощен, если ты уже искуплен, причислен к лику святых, иступленных кровью Христовой, тогда непрестанное повторение этой молитвы будет выражать твое неверие в то, что тебя искупил Божий Агнезис, что ты имеешь доступ к Его благодати. Ты уже помилован в уверовании, в принятии Его веры, в крещении. Он уже старые грехи не вспомнит. Если же случилось согрешить, то есть таинство и исповеди причастия. Ты опять же уже прощен. Иногда утром, вечером нужно повторять эту молитву, так как, возможно, по неведению, где-то и согрешили. Но достаточно всего несколько раз или один раз сказать, ведь Бог не глухой. Он услышит и ответит. Псалом 90, 15 стих. «Возовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». Исайя 65, 24. «И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и уже услышу». Иеремия 29, 12. «И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Исайя 38, 17. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Истратий 9 ныря. Молитва не сходила с уси его, и даже во время богослужения, находясь во святом алтаре, он непрестанно повторял про себя, «Господи, помилуй». Совершил он также и много чудес, которые, несомненно, свидетельствовали о богоугодности его жизни. Как раз чудеса и не свидетельствуют. Их и сатана будет делать до преизбытка. Вопрос 1938. «Зачем такие длинные богослужения? Стоишь, устал, если ничего не понимаешь». Ответ. Этими вопросами занимались многие святые и несвятые и пытались сокращать службы. Во времена апостолов были моления, но не было таких богослужений, а была проповедь и молитва, и пение общее. Проповедь занимала главную часть. Рассказывали о миссионерских трудах, о милости Божией. А сегодня только выходы и входы в алтарь из алтаря оттуда и обратно. Зашифровали все, как тяжеловесный ребус, кроссворд. И чтобы понять, что же значит эти выходы со свечой или с Евангелем, это специальные уроки нужно брать. Да разве Христос за того пришел на землю, чтобы шарады и загадки задавать? Его деятельность была открыта верным даже в притчах, а богослужение было простым и понятным, как сегодня у баптистов. Деяние 4.27.31 Ибо поистине собрались в городе семна святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Исполнили все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением. То, что Дух Святой нашел, это говорение слова с дерзновением для людей, а не в монашиство идти. Проверяли, как? По молитве поколебалось место. Как? Землетрясение было, или люди уверовали, но одно из двух, как хочешь, понимай. Василий Великий, Первые моря. Прокол, архиепископ Константинопольский в половине пятого века говорит, что Святой Василий составил литургию более краткую, чем Иаков, ввиду того, что многие христиане его времени стали выражать недовольство в свое долготое службы церковной. Для сего он сократил обычные общественные молитвы, расширив в то же время молитвы священнослужителей. А Иоанн Златоуст Лидал. Никон еще сократил то, что есть. Вопрос 1939. Проходят века, и новые святые, может быть, что-то подправляют у бывших прежде них? Толкуют по-своему, или новые придумывают более совершенные, более нужные и полезные? Вопрос. Ответ. Иногда просто взахаришься. Насколько хорошее скажут новые святые? Экклесиастам 1911. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет. Не останется памяти у тех, которые будут после. Они подводят черту по целым с тысячелетиями, что там было вовсе уж и не так нужное и даже и вредное. И нужно не понимать это духовно, как о веригах и влосянице. Вот, послушайте это. Серафим Царовский, 2 января. Но вериг и влосяница он не носил никогда. Кто нас оскорбит словом или делом, говорил он, если мы переносим обиды по-евангельски? Вот вериги вам, вот и влосяница. Эти духовные вериги и влосяницы выше железных. Но разве не могли раньше это придумать, сказать? Вопрос 1940. Почему епископы должны быть обязательно неженатые? Ответ. Потому что отступили от Слова Божия и 2-го Ануфрия земля не родила. Он отбил жен для священников и диаконов, а для епископов в тот раз жен Венима не хватило. 1 Коринфянам 9.5 Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы и братья господни Екифа. Очень похоже подходящее вот это предупреждение апостола Павла к монашествующим, когда они кого-то успевали оскопить. 1 Тимофея 4.1.3 Дух 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 ясно ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Это бесовское учение, запрещение вступать в брак. Ануфий Великий 12 июня Он в царстве невеликого Константина 306-337 годы присутствовал на Первом Вселенском соборе, созданном в городе Никея в 325 году. Когда святые отцы хотели утвердить как закон то, что священники якобы не имели жен, то он став посреди собора громогласно изрек громогласно «Не возлагайте тяжкого бремени игона служителей церкви и противостоял этот Пафлути в этом деле всем святым отцам весьма усердно, хотя сам был девственником от чрева матери своей. Никто ничего не мог сказать против него, почему и оставлен был этот вопрос на произвольное решение каждого, посему присвятил идиакон и церковь восточной и до сих пор принимает благословенное супружество. Об этом повествуют греческие историки Сократ, книга первая восемь, Сазамен, книга первая глава двадцатая и Никифор, книга восьмая глава девятнадцатая Каждый шорох, шум теперь на всю вселенную и будет идти здесь. Вопрос 1941 С какого времени стало правилом, чтобы епископы были обязательно монахами? Может, это и к лучшему, так как еще до того, как монах станет епископом, он много времени подвизается в монастыре и становится кротким и спокойным, и с ним легче другим будет жить? Ответ Теоретические благие концепции были бы оправданы, если бы практика хотя бы чуточку помогла в этих благих ваших рассуждениях. Появилось это заблуждение, что только монахи должны быть епископами рано. Уже в IV веке это был установившийся обычай. Это дало в дальнейшем четкую тропу, пробитую до наших дней, что если карьеристский дух влечет человека в епископскому скетистовскому сану, то он это пронесет и через послушание, лишь бы вырваться на тактический простор ипорхиальной власти. И вот он уже на кафедре, и тут из него полезла волчатина. Деяние 2029. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящее стадо. Это говорил он пресвитерам и епископ. Арсений Тверской. 2 марта. Между тем, на родине блаженного Арсения в Твери возникли нестроения. Тверской епископ Ефимий внес немалое смущение в свою паству. Отличаясь неуступчивым характером, вступался в мирские дела. Не имея смирения христианского, он отличался великой гордостью и тщеславным высокоумием. Своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр, но и духовенство, монахов и простых мирян. Четыре дня спустя митрополит со всем освященным собором епископа. Ефимий сначала защищался, но отцы собора обличили его неправые деяния, его лишили сана и послали на заточение в московский чудо монастырь епископу. Александр неусыпающих обитель 3 июля замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающими воеводу городского, и других важных сановников, и проникшись Ильиной ревностью, вместе с тем будучи преисполнен кротости, безбоязненно и смело обречал, научая их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником. Но не всем приятна была такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенцев, хотя и удивлялись его добродетельному житью, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому постом был от епископа самый злобный подьякон по имени Малх, со многими слугами к преподобному, чтобы выгнать его из города. Епископ еще более воспылал гневом и советовал со своеводою, который также был гневен святого. После этого взяли преподобного из обители тайны от народа ночью и прогнали его в Халкиду, разогнали также и братья его, и разошли всех, куда кто мог, угодив Богу и приведя души многих ко спасению. Отошел ко Господу в глубокой старости, подвязаясь в иночисте пятьдесят лет. Феофил 23 июня Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно возводя на Ефиофил разное унизительное обвинение, то мало-помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушивать их клеветы и доверять им. Спустя некоторое время он отставил Феофил от экономской службы, так чтобы тот более ничем не управлял ни в архиерейском доме, ни в церковном имуществе, но чтобы жил у себя дома, тихо и безмолвно, отдыхая от трудов, экономская служба была поручена другому. Вот тут заканчивается. Вера и так, вера от слышания, от слышания слова Божия. И вдруг его заело это, и он решил вернуть экономскую должность. И не мог никак, пошел к колдуну, ну а дальше продал душу, подписал все, и что из этого дальше было? Это жития. Вера не от пощения по 40 дней-то, не от не спанья по месяцу, но от Библии. Вера от слышания, от слышания слова Божия. Жития описывает случаи с Авраамием, Затворником, с Яном, Колом и другими, что они по одному разу вышли в мир и тут же приобрели падшие души. Так сколько же таких возможностей пересидели, перемолчали в пустынях за всю свою долгую молчальническую и затворническую жизнь. Такие таланты имели, закопали на такую глубину, что и сами не могли при жизни найти их. Вопрос 1942. Когда церковь была полностью независима, когда? При православных императорах, может быть? Ответ. Как раз при них-то и было самое заволяренное рабство. Заболел православный император, введение увидал незнакомого епископа и решил от болящих через него освободиться. И трижды собирает епископов, как маленьких ребятишек, по своей личной прихоти. И ни слова писатель житей не говорит, что это унизительно. 1 Калифсом 7 23. Вы куплены дорогой ценой, не делайте с рабами человеков. Это совершенно немыслимо было в апостольские времена. Значит, тот, кто писал, будь то Сафроний, Филаретый или Дмитрий Ростовский, были уже проникнуты духом раболепства перед мирской властью, когда она считалась своей православной. Им уже привычно было служить на побегушках. Спиридон Тремофюнский, 4 декабря. Констанции, сын Константина императора. Долгое время царь был в недоумении, наконец, почему-то доброму совету, собрал к себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденными им видения двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов второй раз и теперь уже в большем числе из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец, он велел собраться к нему епископом всей его империи. Я не представьте, тогда-то собирается, оставляет, наказывает, садится, ослы, лошади едет и со всей страны и только чтобы ему посмотреть, найти, кто ему во сне был показан. Это же вообразить нельзя. Царь хотел отблагодарить святого за свое исцеление по его молитвам и предлагал ему множество золота, но то он отказывался принять, говоря, нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, ибо то, что я сделал для тебя есть любовь. В самом деле оставить дом, переплыть такое пространство морем, перенести жестокие холода и ветры, разве это не любовь, это так они добирались. И за все это мне взять в отплату золото, которое есть причина всякого зла, и так легко губит всякую правду, это вопрос задает. Вопрос 1943. Почему выпископы ставят не прежде, как человек отречется от семьи? Разве семейная жизнь удаляет от Бога? Ответ. Бог не отдаляет, а монахи отдалили всех женатых от управления церковью, захватили всю власть в свои руки. Не надо было им давать сначала, а теперь они уже никогда не отдадут эту власть. Это очень хорошо отмечает отец Григорий Петров. Прочтите его письмо к митрополиту Антонию в книге нашей к истинному православию. Это установка быть епископом только не женатому, не просто не евангельское, а прямо противоевангельское. И сколько бы апостол гуся, им хоть кол на голове тиши, а они будут тешить себя своей властью безразмерной и безраздельной над тупостью нашей. 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть не порочен одной жены муж. Трезвый, целомудренный, благоченен, честен, странолюбив, учителен. Требования, которые ставятся к пресвитеру, относятся полностью к епископу, так как этим названием раньше звались и тот, и другой. Титу 1.5.15 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены имеет верный неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, ни дерзок, ни гневливый, ни пьяница, ни убийца, ни корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный ум их и совесть. А когда и с какого года конкретно возникло это безбожное установление, что епископы должны быть только монахами, не женатые, сегодня никто не укажет. Думаю, что сразу же, как ушли в мир иной апостолы, стали переделывать жития, стилизовать их, переписывать. Такая жизнь апостола Фомы пишет только не суразис, а история не сохранила из его биографии ничего более написанного в Евангелии, а остальное мифы, легенды монахов. Василий Великий 1 января Однажды перед святым Василием Аклевитом был брат его епископ Севастийский Петр. Про него сказали, что он будто бы продолжает сожительство с женой своей, которую оставил перед посвящением в епископы. Епископ уже не подавает быть женатым. Василий, увидев невестку свою, сказал, здравствуй, сестра моя, лучше бы сказать невеста Господня, я пришел сюда ради тебя. Она отвечала, здравствуй, и ты, причастнейший отче, я давно уже желал облазать твои счастные ноги. Затем Василий повелел вышеупомянутым пяти добродетельным мужам, чтобы они всем рассказали о том, что видели, те поведали народу, как они видели в церкви ангелов Божьих, витавших над одром блаженного Петра и супруги его, и намощавших ароматами непорочной их ложи. После сего все прославили Бога, ощущающего уводников своих от лживой привиты человеческой. Вопрос благословен Господь. Слава во веки веков. Аминь. Гринь. Гринь. Слава Слава Гринь. Продолжение следует...